Более 50 растений, больше 30 видов цветов, многочисленные фигурки героев любимых сказок, разнообразные статуэтки, чудо-мельницы, садовые фонтаны и пруды. И это не описание пятизвездочного отеля на берегу моря. Оказывается, в такой сказочной обстановке живут большинство жителей села Оксино. В этом убедилась и наша съемочная группа. О тех, кто создает сказку своими руками, расскажет Любовь Пермякова. Летняя сказка. Так можно сказать про огород Валентина Акимовна Поздеева. Чего-то только не растет. Огурцы, помидоры, петрушка, перец. А цветы – это особенная гордость хозяйки. Настурция, герань, ноготки. Каждое утро хозяева этого дома собираются за семейным столом, попить чай и самовара. А внуки особенно рады клубничке. Чтобы порадовать близких людей такой красотой и обилием культурных растений, нужно приложить немало усилий. Каждый день справиться с большим объемом работы на участке Валентине Поздеевой помогает Любовь к земле и своему делу. Каждый день приходится работать. Ну а как же? Надо же поклониться земле, любить ее, уважать. А если не пообщаться, так ничего же, расти не будет. А разговариваете, да, еще с землей? А как же, а как же? Вот ты каждый раз подходишь, вот как ребеночек, что вот ты расти, говорю, вот не болей, я уж помогаю, стараюсь. И южные растения всякие тут. Сказку-то надо ведь делать своими руками. Я вспоминаю, чтобы рыбку поесть. Без труда не выложишь рыбку из пруда. А чтобы молочко попить и картошку поесть, надо поработать. С марта месяца хозяйка огорода выращивает рассаду. В мае вскапывает огород и высаживает в теплицу и на грядке проросшие растения. Своим гостям Валентина Акимовна с гордостью показывает богатый урожай. Вот лучок у меня. Вот это лук. В прошлый год я два с лишним бедра сняла лука, чеснок. Пусть он даже как однозубка называется, не могу вот так вырастить, чтобы она делилась. Но довольно-таки очень ароматный. Муж любит, он каждый раз в обед берет головочку чесночка, пожалуйста, лучок, картошечку вот сняла. Тут перец, огурчики. Вкусные и полезные растения на небольшом участке окружены особым дизайном огорода. Место в гармоничном уличном ансамбле нашлось и для комнатных растений. Бальзамин и герань. Я все думала, герань же много лет мне растения. Оказалось, получилось, что у меня оно семенами взяла и попробовала. Вот петуния, она хорошо растет. Уже который год вот из висячей кашпоя туда сажу. Талант не только к выращиванию, но и к изготовлению всякого рода красивых изделий есть у всего семейства Поздеевых. Кроме статуэток и декоративных ансамблей есть особенные вещи. Любимый муж Валентины Акимовны сплел своими руками огромную корзину для цветочной клумбы, а для своих внуков сделал маленький домик. Это внучка мужей. И одеяло вынесли, и кроватку сделали, и кукол тут. Это специально дедушка для внучек, да, сделала? Да, специально для внучек сделала. На будущий год у хозяйки дома ее супруга уже много творческих планов. Главное, считает Валентина Акимовна, делать все с душой. Делают все с душой и соседи семей Поздеевых. Волшебные феи, избушка Бабы-Яги, искусственный пруд украшает огород семьи Макаровых. А в огороде хозяиновых бьют фонтаны и благоухают цветочные арки.